В час пик дорога в районе Красной площади превращается в сплошную колонну автомобилей. Этот проезд – артерия, соединяющий город и Супсех, развитие которого не стоит на месте. В поселок на постоянное место жительства прибывают россияне со всей страны, не говоря уже о новом микрорайоне Горгипи, крупнейшем в Анапе. Жители новостроек также проезжают по Супсехскому шоссе, из-за чего в утренние часы здесь образуются пробки. Сейчас в рамках этого проекта Министерством транспорта устроена дополнительная третья полоса, то есть по двум полосам будет выезд осуществляться в сторону Супсеха. Будет на этой неделе нанесена разметка, также до конца недели обещают выполнить работы по разметке на Супсехском шоссе по Астраханской, ну и управлением ЖКХ будут выставлены дорожные знаки соответствующие. И проведена реконструкция кольцевой развязки вот здесь в районе Красной площади для пропуска транспорта без заторов. Это проект, разработанный совместно с Министерством транспорта. Чтобы разгрузить дорогу, было решено организовать одностороннее движение на участках улиц Супсехское шоссе Астраханское, Амельково и Объездной. Так поток машин может уменьшиться как со стороны села, так и на выезде из города. Это решение было принято и вошло в конкурсную схему организации дорожного движения по проводимому эксперименту в 2017 году совместно с сотрудниками госавтоинспекции, представителями Минтранса. То есть на неделю была организована схема, которая сейчас планируется внестись, которая показала свои положительные моменты, следием сейчас она будет реализовываться. Движение по новым правилам в районе Красной площади начнется с 27 сентября, уже со следующей недели. По словам специалистов, эти изменения – лишь первый этап реорганизации дорожного движения в городе. Следующий – строительство Супсехского проезда, который объединит одноименную трассу и Анапское шоссе. Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Антон Чистяков, Анапа. Регион.